мы продолжаем этот цирк затянули раптором не раптор как rapid rapid быстрая шпатлевка которая которая мне понравилась однокомпонентно просто нет тут уже попробовали наханьки тут срывчик был вроде как нормально вроде как сейчас будем глядеть у нас есть вода у нас есть 600 1000 полторашечка подбить потом она так останется сохнуть и только потом уже но я этого не увижу наверное если чем не скинут видео если же не получится будем надеяться что все получится как бы вот так тут поставить вот так было короче тут все пальцем тут реально некуда брусочек даже положить потому что она в выемке находится именно поэтому и 6 соточка крупная было по ночь на плоскости взяли на брусочки катар не режет ни хрена она мягко еще главное сильно не давить чтобы мы вытирали и потек и шпатлевку и возможно сейчас придется еще раз протянуть шпаклом потому что шпатлевку все равно мягче чем лак и нам быстрее вытирается он видно четко как шпатлевка уже прозрачная а потек под рукой чувствуешь этот бугл наверно сейчас еще будет протяжка чуть-чуть сука не могу наждак подломить а вроде открылся нормально просто после вот это вот полировки как торец пробился вообще за 2 секунды как-то очковый даже тереть это было нормально пошел меняемся на тысячу тысечкой уже можно как бы залазить на лак то риск уже хоть можно сполировать будет если что но вы и вытянуть просто 600 куст лака вытаскивать тяжело вот а и у у у у у у у у ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой, сука, нудный, долгий процесс на одном месте. Шмых, 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 шмых. И очкуешь, что протрешься. И деваться некуда. И ночь вся впереди, если что, перекрасить можно. Все равно силуэт, конечно, после таких подтиров он всегда остается. Чтобы убрать силуэт, надо дырку протереть. Так, возьмем полторашку. И будем добивать исключительно ей. Ну, я что-то ее, батенька, очкую. Так, там шпатлевку убрали. Теперь надо по периметру шпатлевку аккуратно убирать. Оставить это все потом высыхать. И доработать еще 2,5. И под трезак. То есть количество наждаков огромное, а толщина лака подозрительная. Просто сейчас, если взять и отполировать, потек реально, он еще просядет. Так, ну, чупаю я так этот потек. И знаешь, что я хочу? Еще протянуть тоненько и еще подтирать. Потому что, блин, капелька выступает. Блин, ну и брусочек не положишь сюда. Ладно, пока что протянем еще разочек. И через 10 минут окропит быстро, чтобы протяжка тоненькая будет. Ну и что, продержим. Тоненький протяг. Тысячка. И нашли вот такой вот огрызок резинки. Сейчас ее торцом будем что-то делать. Главное работать чисто по потеку. Подбирается. Угу. Так, еще чуть-чуть и уходим на полторашка. Главное на торце не доставить. На эту мелочи. Все, убираем сейчас всю шпатлевку. В принципе, это все, что мы можем сделать на сегодня. Главное не пробиться на торце. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так полируется, то есть спиливается, за наждаком не катится, значит так он примерно просох. Продолжение следует... Все, вставляем остальное на две с половиной и на три зад. Контур все равно, сейчас четко виден. Да что такое... Пощупай то, у меня руки мокрые. Сильно чувствую? Так, да. А, так? Ну, очко просто дальше тереть. Оно еще видно, что тут проплешинка как бы такая полуглянец, то есть есть место вроде бы как лакон, но хрен его знает. Сериться мне что-то. Тут его точить оно. Ну да, чувствуется именно изгиб. То есть края уже гладкие, все нормально, а вот изгиб есть. Ладно, оставим, пусть так он сохнет. Ну, если будет все очень плохо, я увижу на Viber видео об этом. С результатом. Ну, вдруг что. Играемeremi мы все вместе. Спасибо за внимание. У Дальше...